Привет всем! Обзором этого электро-хэтча мы, канал Вольтавто, пополняем нашу большую коллекцию электромобилей из Китая. Также можно сказать, что мы пополняем и нашу малую коллекцию электромобилей знаменитой немецкой марки Volkswagen. Перед вами электрокар Golf-класса ID.3. И несмотря на то, что он не первый год уже на рынке, сегодня мы расскажем вам особенности модели, которая производится как в Европе, так и в Китае. Концерн SAIC продает электрический хэтчбэк ID.3 в КНР с середины 2021-го. Как вы помните, это немецкая модель и она производится на совместном предприятии с Volkswagen в городе Антин. Как и ожидалось, ID.3 стала автомобилем начального уровня среди всех электроавто немецкого бренда в Китае. Об этом говорит в первую очередь цена. За базовую модель просят 160 тысяч юаней, а это сейчас чуть больше 23 тысяч долларов. У Volkswagen есть два совместных предприятия в Поднебесной. Первая с госкомпанией FAV и их завод расположен в городе Фошан. Там собирают, например, электрический кроссовер ID.6 Cross, а модель ID.6 X собирается на втором SP, которое немцы образовали совместно с концерном SAIC. И только с ним народный бренд выпускает модель ID.3 в КНР. Аналитики рынка отмечают то, что немцы сделали попытку занять эту ценовую нишу с весьма достойным электромобилем, опередив тем самым Илона Маска и его будущую бюджетную модель. Вдобавок интересная деталь. Цена электроавто ID.3 в такой же базовой комплектации в Германии стартует от отметки 30 тысяч евро. Это еще одно подтверждение того, что покупать электромобили из Китая выгодней. Особенно при том, что вы получаете в итоге европейскую модель от мирового бренда. По экстерьеру, как вы видите, это классический представитель семейства ID. Стоит отметить, что тройка является не только самым младшим электромобилем в линейке, но еще и самым старшим с точки зрения выхода на рынок. Так как именно тройка, первая из авто с шильдиком ID, дебютировала на рынке в 2019. Стоит отметить, что это не только самым младшим электромобилем в линейке, в форму MEB, на которой строятся исключительно электромобили. Поэтому количество моделей в семействе ID постепенно увеличивается. В начале осени 2020 дебютировал первый кроссовер на этой платформе, а позже и его более крупная версия. Все эти модели сходят как с конвейеров европейских заводов, так и китайских. То есть, кроме героя этого выпуска, в КНР производится еще кроссовер ID.4 и большой электрокроссовер ID.6. Несмотря на то, что это электромобиль, переднего багажника модели ожидать не стоит. К слову, его нет и у электрокроссоверов ID.4 или ID.6, у которых гораздо больше места под капотом. Но, в отличие от крупных моделей, подкапотное пространство у тройки организовано более грамотно. Электромотор у хэтчбека один и он установлен на задней оси. Его мощность 125 кВт или 170 лошадиных сил. Скажу вам по собственному опыту, что большего электротабуна для этой модели и не нужно, так как это именно компактный электрокар для города. Но в то же время он имеет огромное преимущество перед электроситикарами, которые тоже для города, но в которых приходится мириться с ограниченным пространством и мощностью электродвижка. По мотору стоит добавить еще то, что он разгонит это авто до максимальных 160 км в час, что очень прилично. В электрохэтче установлена батарея емкостью 57,3 кВт-часа. Максимальный пробег за счет накопленной энергии 450 км. Согласитесь, что этого хватит на несколько дней езды по городу. Время зарядки от бытовой сети около 10 часов. Литий-ионная батарея имеет жидкостное охлаждение. Обратите внимание на радиатор, который показан на фото основы кузова. Он по площади сопоставим с радиатором у ДВС-авто. А это значит, что с охлаждением, а значит и сроком службы батареи, будет все отлично. Еще стоит добавить, что модульная конструкция аккумулятора состоит из стандартных элементов от мирового производителя LG Cam. Расход энергии на преодоление 100 км около 17 кВт-часов. Сидя за рулем, любой водитель сразу обратит внимание на цифровую приборную панель диагональю 5,3 дюйма. Она закреплена на рулевой колонке, то есть при настройке руля по оси X она будет смещаться вверх или вниз. Каких-либо других технических и инноваций в салоне вы больше не увидите. Да, они не нужны, так как это Volkswagen, а значит надежный и практичный электромобиль на каждый день. Хотя можно выделить все же еще одну. Когда вы садитесь в водительское кресло, электрокар это понимает и включает основную систему. После этого авто готово к движению. Это же можно сделать нажатием на специальную кнопку под баранкой на рулевой колонке или нажатием на педаль тормоза. Интерьер ID.3 при белом взгляде выглядит почти так же, как и дизайн салонов ID.4 или ID.6. Конечно, есть несколько незначительных различий. Само собой, пространство в салоне значительно меньше, чем у старших моделей. Но если учитывать общий размер авто, то можно утверждать, что пространство используется оптимально. Материалы для салона отлично подобраны для того, чтобы авто считалось действительно практичным и на каждый день. А в целом это салон классической для этого автобренда модели. Конечно, речь о гольфе. Центральный дисплей вытянулся до диагонали на 10 дюймов. Для этого класса авто вполне достаточно. Язык системы может быть английский, что также приятно для многих водителей. Сидения все комфортные. Передние кресла имеют подлокотники. Между ними есть вместительный пенал, который закрывается сдвижной шторкой. Еще видим пару подстаканников и кармашек для телефона или подобных вещей. Учитывая класс этого электромобиля, можно не рассчитывать на объемный багажник. Но он, к слову, у этой модели один из лучших среди электро-хэтчбеков. У него более 400 литров. Плюс ко всему есть небольшая подпольная ниша для того же кабеля зарядки. По багажнику еще стоит добавить, что со сложенным задним рядом вы получаете 1270 литров полезного пространства. Все отлично у этой модели и с безопасностью. А электромобиль от народной марки ID.3 получил 5 звезд от Евро-НК по результатам краш-тестов. Электрокар прошел на отличное столкновение с частичным и полным перекрытием спереди. Традиционно были фронтальные столкновения с другим автомобилем, боковой удар о препятствии, которые, к примеру, имитируют столб. Также был боковой удар от второго авто. Модель получила не самый высокий балл за слежение за разметкой, так же, как и за автоматическое торможение. Несмотря на это, в итоге всех тестов немецкий электромобиль, который производится и в Китае, получил максимальные 5 звезд. Как вы видите, у этого авто Гольф-класса есть даже панорамная крыша. Она, кстати, бывает не у всех модификаций, которые производятся в Европе. Уверен, что именно ею Volkswagen и хотели удивить каждого, кто садится на задний диван китайского ID.3. С зарядными портами у этого электромобиля из Китая все стандартно. На правом боку под лючком есть два спаренных разъема. Слева это порт так называемой медленной зарядки стандарта GBT-AC, то есть для зарядки от сети переменного тока, например, от бытовой розетки. Справа порт GBT-DC. Через него электромобиль получает электричество из сети постоянного тока, к примеру, на мощной зарядной станции. В Украине это делается через специальный переходник, о котором мы рассказали в отдельном видео. Ссылка есть в описании к этому сюжету. В завершении хотел бы обратить ваше внимание, что перед вами модель от хорошего, известного бренда Volkswagen. А значит, это надежный электромобиль самого нового семейства ID. Если вы захотели поменять свой ДВСный фолькс на электрический, то заказать его в Украине вы можете у нас, компании Volt Auto, самого крупного импортера электромобилей из Китая. Напишите нам на сайте или в мессенджере Telegram, и наши менеджеры сразу же вам перезвонят. А на этом у нас все. До следующего выпуска новостного дайджеста или обзора электромобиля на нашем канале. Пока!